4 ноября стало известно о задержании Хасана Косымбаева, которого называют лидером ОПГ «Хуторские». О Хасане впервые заговорили в рамках уголовного дела Ширзата, подростка, жестоко убитого взрослыми в Толгаре. Родной брат Хасана, Ержан Косымбаев, отбывает 14-летний срок за заказное убийство ключевого свидетеля по Харгосскому делу. Таможенника Медета Жамашева. Кстати, тогда в уголовном деле уже фигурировала ОПГ «Хуторские». Второй брат Аслан Косымбаев до убийства Ширзата руководил аппаратом Акима Толгарского района. Тогда в сети была информация о том, что бывший генеральный прокурор и председатель Верховного суда Жак Ипасанов приходится братьям Нагашага с родственникам со стороны матери. И вот теперь сенатор Жанбулат Жургенбаев признался в том, что является родственником Хасана Косымбаева, то есть в родственниках у главаря Хуторских целый депутат Сената. «Могу подтвердить, что он, Хасан Косымбаев, является моим дальним родственником, как и многие другие жители области. У казахов, как вы знаете, родственников всегда очень много, но мы не поддерживали каких-либо постоянных контактов. Максимум могли пересекаться где-то на больших семейных тоях или похоронах. Хочу официально заявить, что я не обращался никому и не предпринимал никаких шагов к тому, чтобы теперь уже бывший руководитель аппарата Толгарского района Аслан Косымбаев сохранил свою должность. «Тем более я никоим образом не влияю и не пытался влиять на ход следствия в отношении Хасана Косымбаева», — заявил Жургенбаев журналистом. По данным источников, не такой уж и дальний родственник Хасана — сенатор от Алматинской области Жанбулат Жургенбаев. Хасан и Жанбулат — двоюродные братья. Их матери — родные сестры. Сейчас сенатор, конечно, рассказывает, что он никуда не обращался и не пытался помогать своим родственникам. Он может сделать вид, что так все было, а мы можем сделать вид, словно поверили. У Хасана, помимо брата сенатора, есть еще один влиятельный кузен. Это родной брат Жанбулата — Мухтар Жургенбаев. Он построил приличную карьеру в органах прокуратуры. Был прокурором города Атырау и Атыраусской области, Павлодарской области и Астаны, Толгарского района Алматинской области, Южно-Казахстанской области и даже заместителем генерального прокурора Республики Казахстан. Так что Мухтар Жургенбаев вполне мог сохранить свое влияние и пытаться оказывать давление на следствие по делу Шарзата. Понятно, почему правоохранительные органы усиленно делали вид, что никакой ОПГ «Хуторские» не существует, что Хасан там просто мимо проходил и вообще честный и законопослушный гражданин. Если у тебя есть крыша в Астане в виде братьев, сенатора и экс-зам генпрокурора, по-другому быть не может. Нам на басе скинули интересные материалы из социальных сетей потомков Алиджана Ибрагимова. Ибрагимов один из троиц, который принадлежит Евразийская группа. Был партнером Александра Машкевича и Патоха Шудеева. Все трое сколотили колоссальное состояние на недрах Казахстана. Евразийская группа является мировым лидером в производстве феррохрома по содержанию хрома и одним из крупнейших поставщиков железной руды. В 2021 году Ибрагимов умер от ковида. У него осталось шестеро детей, из которых четверо – сыновья. После смерти наследниками стали супруга Мукадасхан Ибрагимова и четверо сыновей – Достан, Даврон, Шухрат и Фурхат. От папы им достались миллиарды долларов наследства. И вот, посмотрите, какую лакшери жизнь теперь они ведут. Частные джеты, вип-покупки, путешествия, роскошные апартаменты – все дорого-богато. А вот и супер-яхта «Династия» длиной 101 метр, на которой так любил отдыхать Нурсултан Назарбаев, который продал казахстанские недра Машкевичу Шудееву и Ибрагимову. Вместо того, чтобы дать достойную жизнь всему народу, Назарбаев дал ее потомству Алиджана Ибрагимова. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok